Здравствуйте! Недавно вышел на наши экраны наш российский фильм «Легенда 17», «Легенда номер 17» про Валерия Харламова, нашего знаменитого хоккеиста. И, как бы сказать, драматургическим центром этого фильма был первый матч суперсерии советско-канадской, который в США, кстати, проходил «Легенда 17». Фильм очень успешный, там он второе место по сборам за этот период времени собрал. Замечательный фильм. Молодежи понравился, да? Кстати, российский фильм, понравившийся молодежи, это замечательно, да? Вот, и вот, значит, поговорить мы собрались и об этом фильме, и о, так скажем так, советско-американском состязании, может быть, даже не только спортивном, да? Вот, с нашим ученым-американистом, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Сергеевич Васильев. Здравствуйте! Здравствуйте! И вот, ведь суперсерия была в 72-м году, в сентябре. Вы знаете, да, суперсерия была в 72-м году, в сентябре. И где вы в это время были? Вы знаете, ну, поскольку этот матч и эта серия вызвала вот такой вот спустя 40 лет ажиотаж в нашей стране, по ним поставили фильм, он собрал какие-то колоссальные доходы, он как-то породил, что вот такие фильмы надо ставить. И как раз этот фильм предназначен для молодого поколения, который должен там его посмотреть, проникнуться его духом, то, может быть, уместно послушать то, чему свидетелем был я 40 лет назад, потому что этот матч, который сегодня наши зрители смотрят в художественном оформлении, в художественном оформлении в кинотеатрах, там на девяти, в домашних кинотеатрах, я смотрел в Бостоне. У меня в памяти задалось впечатление, что это было действительно не то 1 сентября, не то 3 сентября, он действительно состоялся, первый матч. Первое воскресенье сентября это было? Значит, это все-таки было 3 сентября, мне кажется. 3 сентября 1972 года, который я смотрел в Бостоне. Каким образом я попал в Бостон? Дело все в том, что в 1972 году у нас произошла разрядка международной напряженности. Вот впервые возникло это слово «разрядка», и после длительного периода начала 60-х годов у нас начались культурные обмены. Мы стали обмениваться выставками, делегациями, в частности, в 1972 году была такая передвижная выставка «Советское прикладное декоративное искусство», которое путешествовало в течение целого года. Оно начало свое путешествие в январе в городе Вашингтоне и закончило в ноябре в Нью-Йорке. Вот целый год выставка путешествовала по территории Соединенных Штатов Америки от Восточного к Западному побережью и наоборот. И вот осенью, в августе, в осенью 1972 года выставка приехала в город Бостон, штат Массачузетс, где она и проходила, на Восточной побережье. А поскольку я был молодой исследователь, то, приехав как раз в конце августа и в конце августа-начале сентября, я решил встретиться с теми профессорами, которые меня интересовали профессионально. В том числе был такой профессор Бауэр, который был, в общем, даже советником американского правительства, именно правительства Джонсона, который занимался такой очень важной проблемой, которая меня тогда очень интересовала. Это проблема социальных индикаторов. Тогда у них был уже Форд? Форд? Или Никсон был? Нет, это был президент Никсон. Это было во времена Ричарда Никсона. Президентом был Никсон. Но Бауэр был советником не администрации Никсона, он был советником демократических организаций. Потому что в тот период, да и сейчас, Гарвард скорее поставлял, что называется, интеллектуалов для демократической администрации, для демократов, для яйцеголовых профессоров. А для республиканцев кто посылал? Ну, республиканцы были, может быть, другие университеты. Потом они, понимаете, породили за последующие годы вообще свои, если так можно называться, мозговые центры. Видите ли, это отдельная сторона, но в тот период мозговые центры республиканцев находились в банках и в корпорациях. Ах, вот так. У демократов, вот в университетах. Демократические все администрации со времен Рузовельца ассоциируются с профессорами университетов. А республиканские администрации ассоциируются с банкирами, предпринимателями, конечно же, деловыми людьми, которые умеют делать деньги и преуспевают в жизни. И я был к своему удивлению, удивлен, поскольку это было воскресенье, вдруг Бауэр как-то проникся. Но тут еще надо сказать, что у нас вообще в тот период в любом фирме, в любой форме, будь то профессора, студенты, вот вроде, скажем, меня как молодой сотрудник Института США и Канады, который как бы приехал не по научному обмену, а вот с выставкой, было исключительно мало. Это был такой раритет зоопарка, что называется, раз в 5-10 лет приезжали. И вдруг вот я позвонил, как-то связался с Бауэром, ну, через факультет, и вдруг, вы знаете, он сделал какую-то учительную встречу. А не могли ли вы к вот нам в воскресенье прийти на обед? Понимаете? Ну, конечно, такая диковинка. Ученые из Советского Союза, это вообще-то... Вот, вы знаете, при том, я помню, наш очень разговор, он сказал, меня действительно интересует очень Россия, у меня, может, какие-то предки там из России были, вот он как-то здесь этот вопрос поставил. Вот заодно и матч посмотрим. Вот именно тогда... А надо сказать, поскольку это уже было начало учебного сезона, вообще, как бы, в Америке тоже жизнь начинается в сентябре, ну, как бы, после летних каникул, то это было, ну, если хотите, на гарнир самое главное. Тем более шла вот эта самая разрядка. И стали... В чем смысл разрядки? Что пора, мол, соревноваться не в области ракет, не в области мускулов, а вот интеллектуальное, спортивное, культурное... Ну, если хотите, я не знаю, там, соперничество, соревнования, состязания. Вот, пускай лучше состязания и завершения. У них-то разрядка называлась французским словом «детант». Детант, совершенно верно. Вы знаете, меня поразило, что пришла, видно, меня еще... Профессор создал такую рекламу, на меня пришла посмотреть вся его семья. За столом, очень, кстати сказать, хорошо там сервированным, собралось человеком 10, может быть, даже 12. Вот буквально мало-мало меньше. Понимаете, ну, получалось опять вот... Я был как бы на гарнир, как-то очень интересно. Ну, расспрашивали там про Советский Союз, про советскую жизнь. И, вы знаете, как-то это было вот так вот по телевизору идет в хоккей, а тут сидит и Бауэртн это обратил. Вот видите, у нас по телевизору хоккей, а в тот период за этим матчем, ну, действительно, может... Вот у меня задалось впечатление, что это действительно, может быть, как говорится, ну, вся Америка, так фигурально выражаясь, что я думаю, что это было одной из самых главных главных передач, телепередач того дня, учитывая вообще интересы к спорту и к Америке. Ну, грубо говоря... Это, кстати, у вас там в Америке была суббота. У нас его показывают в воскресенье днем. Может быть. Значит, у вас там была суббота. Может быть, может быть. Короче говоря, за этим матчем следила вся Америка, понимаете? Для них это было... А это было вообще в истории, это же был первый матч между советскими... Канадскими профессионалами. Да, потому что в тот период, ну, таких матчей не было еще. Это вот как бы и договорились. Ну, наконец-то... На Олимпиаде профессионалы не выступали. В чемпионате мира там выступали студенческие сборные Канады и США. Да, да, да. Ну, они демонстраивали, проигрывали, естественно, в состязании. Более того, я уже, по-моему, точно знаю, что этот матч и был задуман, как показать, кто... Кто в доме хозяев. Да, здесь нельзя было ударить, что называется, грязью в лицо. Вы знаете, вот меня, если так можно выразиться, вот этот день я, может быть, запомнил на всю свою жизнь. Я настолько запомнил на всю свою жизнь, что на следующий день, если не ошибаюсь, когда у нас там коллектив явился, ну, на выставке, мы там иногда по утрам ходили как-то на работу, ведь мы были, я был, в частности, так называемый гид-переводчик, как говорится, ну, понятно, сотрудник выставки, передвижной. Экскурсовод. Да, член, как говорится, коллектива, который ходил, и мы, ну, среди молодых в основном, молодых сотрудников нашей выставки, где мы были сами, как говорится, я собрал, я прочитал им целую лекцию. Я сказал одну вещь, что вот вчерашний день, вчерашний вечер сказал мне об американской менталитете, если хотите, о специфике российско-американских отношений, советско-американских отношений больше, чем все учебники, все лекции и все рассуждения, которые я когда-либо слышал, читал или так далее. Почему? Потому что, если я правильно помню ход матча, то в какой-то момент времени доминировали канадцы, потом мы сумели переломить ход и победили встречу. И вот этот вот, понимаете, когда, как бы, американцы поняли, что встреча проиграна, при том она была проиграна совершенно объективно, по силе, то есть это было явное превосходство. То есть я хочу рассказать не то, что творилось в зале, вот что творилось в доме профессора Бауэра, когда профессор Бауэр встал, попросил всех налить, там небольшие рюмочки, чего можно было налить, встали все присутствующие. Мне тоже пришлось встать, понимаете, хотя там вамовые гимны играли и все такое, как полагается. И профессор произнес вот прочувственную речь, что действительно мы очень рады, что действительно вот мы имеем там в лице Советского Союза представителей великой державы, великой страны. И мы действительно, как бы, еще раз убедились, насколько, ну, это, как бы, ну, я не знаю, там, достойные противники, достойные люди. Но вы знаете, вот если вы когда-нибудь чувствуете, вот я впервые, как бы, понимаете, вот в такой осязаемой форме, потому что это был профессор Гарвардского университета. В любом случае, в тот период я не был даже кандидатом наук. Я писал еще только свою диссертацию. Но я видел, вот тут я впервые в глазах всех, всех присутствующих, я увидел уважение. Я увидел, я не хочу сказать подобострастие, но я впервые понял, что я представитель действительно великой страны. Что, как говорится, вот не из этой, ну, я не знаю, так сказать, не из Папуасии приехавшей. Что действительно это, как говорится, люди, с которыми надо считаться. Они, как бы, равны по силе Соединенным Штатам, так сказать, американцам. И вот эта атмосфера, понимаете, как говорится, равенства и уважения, может быть, я ее нигде, никогда вот так вот не видел и не сталкивался. Понимаете, вот как я вам еще раз объяснил, когда вся семья поздравила меня с победой. Ну, конечно, как же. И при том, понимаете, вот это было нечто демонстративное. Потому что вот урок был приподан, вот он по телевизору, понимаете, был совершенно, вот выиграли. Хорошо, что в хоккее, а не в ядерную войну. Вот вы понимаете, в чем дело. Вот отсюда намекаю, вот отсюда, как бы, начинается действительно, когда вот здесь вы себя, как бы, начините. Вот то, что, может быть, мы всю жизнь пытаемся понять. Стать там равными, стать на одну доску, быть достойными партнерами. Вот не быть этим младшим партнером и не быть мальчиком на побегушках и мальчиком на подхвате. Потому что вот эта философия, может быть, ее, вот я ее увидел молодым 25-летним человеком, я увидел ее вот в этом плане. Ну, если хотите вот шайб набросать, вот тогда с вами будет считаться. А если вы, наоборот, будете играть в поддавки, как началось, как вы знаете, 20 лет, ну, вот тогда придет другое. Когда вам кажется, вот тогда про вас скажут, что вы хороший. Вот тогда вам, как говорится, пойдут навстречу. Тогда вас похлопают по плечу. Тогда вас признают равным себе. Вот этого сегодня не произошло. А вот вы с ними ведь продолжаете общаться, ну, с американцами, да? Да. И позадиически, и постоянно, вот в течение всех этих 40 лет. Вот как вот, вот они все время относились к вам, как представителю равной державы? Я скажу свое личное мнение. Когда была великая держава, этот принцип равенства был. Тогда, когда американцы посчитали, что они победили нас в холодной войне. То есть это уже при позднем Горбачеве, да? Они победили нас интеллектуально, потому что для них Михаил Сергеевич Горбачев – это деревенский дурачок, которого они обвели вокруг пальца. И вот, поскольку они обвели его вокруг пальца, у них создалось впечатление, что сегодня они могут обвести каждого вокруг пальца. Ну да, раз уж. Все. Обведут вокруг пальца. Ну, проплатят деньгами, ну, надавят. Ну, что с ними считаться? Ну, вот что там с ними считаться, понимаете? Уже один раз это произошло. То есть это район 88-89 года, да? Ну, когда распался Советский Союз, когда... Нет, ну, Советский Союз 91-й официально распался. Когда в июне... А вот, кстати, Берлинская стена... Когда в июне 91-го года сюда приехал Джордж Буш, ну, ему прямо ведь был заявлен генеральный секретарь и президент. Было бы неплохо, если бы вы нами поруководили. Но это было официально, сказано, было бы неплохо, если бы вы нами вообще поруководили. Ну, это так слегка уважительная шутка, что ли, или как? Ну, это было, как хотите, как шутка, не шутка, так сказать. Но с тех пор, понимаете, американцы... И вот, как говорите, вы говорите об общении. Я за последнее время, понимаете, может быть, не стремлюсь много общаться, потому что я знаю и уже с этим столкнулся. Ну вот, вы же нас пригласили, вы же нас считаете для себя ипталоном, ну тогда будьте добры и слушайте нас. Вы сами, как бы, заявили о том, что мы где-то в чем-то впереди планеты всей. Ну, в конце концов... Нет, ну, вообще вот Россия, она всегда старается Запад, так сказать, воспринимать, усваивать, копировать, переосмысливать. Ну, уж с времен Петра Первого это просто официальная политика. Это началось вот... Да и во времена Ивана Грозного так же было. Павел Сергеевич, здесь начались две разные вещи. Одно дело, когда мы заявили, что у нас не хуже корабли, у нас не хуже шайба летает, у нас не хуже клюшки. А другое дело, когда вы сказали, что институты вашей демократии для нас являются образцом. Потому что клюшки, хоккеисты, служивые корабли у нас были при всех режимах. А демократии, вот ее в американском издании... Не было никогда. Не было никогда. Раз мы, как бы, сказали, что мы теперь часть вот этого западного, так сказать, модели, да, что у нас та же демократия, только она суверенная, дальше начались всякие разные проблемы, которые очень легко видны. Вот я, мой самый лучший пример в этом плане, а, допустим, знаете, вот все будет наоборот. Вот, допустим, наша монархическая модель, которая была до 17-го года, восторжествовала всему миру. А американская демократия рухнула. И теперь американцы тоже выбирают царя. Ну, вот, понимаете, как бы мы к ним относились бы. С позиции нашего, мы недавно отметили 400-летие романа. А у них только-только выбирают. Понимаете, я вас удивляю. Приезжайте к нам поучиться. И что это за царь? Он же не может страной руководить. Ему нужен слева костыль в виде Конгресса, справа в виде Верховного суда. Тут ему надо какой-то... Примерно то же самое у нас говорили про, так сказать, с польского короля. Вот, когда у нас был царь, ну, что это за король? Там у него семь там, ему скажет вето, и он ничего не может делать. Ну, что это за король? Царь это самодержит, это, понимаете, он как бы со всеями. А эти все, так сказать, холопья его, да? А что там у них? Вы понимаете, как говорится? Ну, да, у вас еще молодая монархия, ну, будет она там еще. Учитесь, учитесь. Что так пройдет, так смените там пять-шесть монархов, ну, тогда может что-то получится. Ведь, понимаете, сегодня ведь идет, ну, давайте скажем, все то же самое, понимаете. И это вот это вот менторское начало, понимаете, с моей точки зрения, в той или иной форме всегда присутствует, понимаете. И пока в какое-то ближайшее время оно будет присутствовать, потому что Америка сегодня, я еще раз говорю, интеллектуальный фактор, это, может быть, является важным и самым главным. Вот понимаете, вот один раз, если как-то вас обыграли, если как-то вас сделали вам пятый уголок, это может быть такие, как бы, ну, что ли, цивилизационные моменты, что это моя вот личная точка зрения. Но она начинает присутствовать. И, кстати, я вам могу сказать, что в этом плане американцы немножко, понимаете, они как бы даже любят. Вот они любят людей, вы знаете, людей, которые они не очень боятся, ну, если хотите, вот интеллектуально, что они завтра преподнесут им какой-то сюрприз, что они как-то заставят их немножечко задуматься над проблемами, которые вот им непостижимы. Они их понять не могут, они их решить не могут, понимаете. А тут кто-то где-то за них решил. Ведь, вот понимаете, почему вот эти успехи, скажем, не только в космосе, не только вот в хоккее, в космосе, в ядерном оружии, вот когда все это создавалось, понимаете, а в области термоядерного оружия мы их опередили, в области ракетной техники, почему спутник имел такое значение? Это не даже технический был, это интеллектуальный признак. Вот то, что у нас часто повторяет, Кеннеди говорил, что мы эту гонку проиграли в школе, что нам надо, все американцы нажали на это, нам надо увеличивать кур, то есть коэффициент умственного развития. Вот это вот то, что они называют IQ. Я вам даже возвращаюсь к этому матчу. Американцы, вот сегодня я даже понимаю, это они, как бы даже здесь они понимают, что мы их тогда переиграли. Это не значит, что у нас удары были сильнее, понимаете, да, что они там пробивали, эти самые шайбы, что-то пробивали, а американские не пробивали. Они тоже понимают, что хоккей это тоже хитрая игра, не стоит построить какую-то комбинацию, тут надо быть, ну тоже, если хотите, умным и хитрым. Ну в Википедии пишут, что наш тренер перехитрил их, тренера там, сделал для них показательную, значит, тренировку, на которой наши играли из рук вон плохо, специально для зрителей. Понимаете, в чем дело? Вот, нет-нет, я еще раз говорю, что когда это, мы возвращаемся к матчу 72-го года, это именно было воспринято, как то, что здесь не только столкнулось игроки. Хоккей против хоккея, так фильм наш документальный тогда назывался. Да, это именно, это именно, если хотите, да, это если хотите состязание интеллектов, только вот в области, немножечко опущенной до уровня хоккеистов, которые, может быть, сами, ну не всегда даже могут себе как-то, да, они выполняют установки тренера, да, они играют, может быть, как им скажет тренер, но вот именно задача тренера, это вот он, где тренер, это мозг команды, он не будет за них выходить и бросать, вот они и будут бросать, но они как бы... Вот, скажите мне, пожалуйста, я все вот хочу вопрос задать, осталось совсем немного, две с лишней минуты. А вот скажите, что вот было первично в поражении Советского Союза в Холодной войне? Какие-то внутренние проблемы или все-таки поражение в гонке вооружения, которое мы тогда потерпели? Давайте я вам скажу самое главное мнение, которое я практически написал. Когда происходит подобного рода событие, конституционная обязанность руководству страны объяснить гражданам, что произошло. И если действовать по американскому опыту, то здесь собирается комиссия, она назначается, это, как правило, президентская комиссия, когда входят там самые лучшие, самые авторитетные, которые готовят соответствующий доклад. И вот этот доклад является отправной точкой для всех дебатов, где сегодня дана взвешенная, если хотите, научная, всесторонний анализ. До тех пор, пока этого не происходит, вот я сужу по американскому опыту, я всегда могу сказать, вы абсолютно все правы. От этого и вы правы, и вы правы. Вот потому что сегодня у нас нет вот этого, как говорится, отправной точки в виде соответствующих расследований, в виде соответствующего анализа. Ведь посмотрите, в стране даже не представлен анализ, как ее не стал. Нет, документы нет. Но это, понимаете, в Америке это невозможно. Ну, например, пожалуйста, там, будем говорить опять, катастрофа, там, да, тоже, пожалуйста, проиграли соревнования за школьной партой. Все, уже готовы там, понимаете, уже комиссии президентские, которые раскрутили, посмотрели всю систему образования. Они ее разложили по полочкам, они ее положили низшую, высшую и так далее и тому подобное. Понимаете? Любого рода событий, тем более события, ну, такого эпохального значения, которое затрагивает всю страну. Стране нужно знать ответ. Готовится, я еще раз говорю, президентская комиссия. Она собирает документы, она дает доклад. Если члены комиссии не согласны отдельно, они пишут отдельные свои замечания. То есть, вот я ваши слова резюмирую. Пока еще наука, а вы представитель науки в данном случае, не готова дать ответ на вопрос... Это политическое решение. Почему было вот проигрыш холодной войны? Это политическое решение, понимаете? А до тех пор, пока его нет, ну, значит, исход этого, понимаете, он всех устраивает. Вот когда сегодня никто не хочет сказать, от чего это произошло, значит, это всех устраивает. Значит, вот так, как произошло, очень хорошо. Но тут всегда есть опасность. И опасность, понятно, что завтра мы опять проснемся и опять выяснится, что мы проснулись в другой стране. И никто не сможет себе объяснить, куда она пропала, что с ней произошло. Время нашей передачи кончилось. Спасибо. Спасибо вам. Вот, и публики наши, спасибо за внимание. Вот такие вот средние по нашей недавней, но уже истории. Всех благ.